Привет-привет! Прошу прощения за то, что я долго отсутствовала и не выкладывала новые видео. Была в отпуске, сегодня исправляюсь. Хочу вам показать вот такой альбомчик для маленькой девочки. Называется он «Принцесс» и выполнен в очень нежных, розовых и мятных тонах. Обтянут хлопком, как обычно. Кружево хлопковое, цветочки, чипборд. Надпись я сделала глянцевая, она похожа на карамельку. И еще добавила вот такие вот уголки. Давайте я вам покажу, что у него внутри. Альбом выполнен из бумаги «Скраб мира», которая называется «Литл Банни». Очень-очень светлые, такие нежные тона. Скажу честно, когда я получила эту бумагу, сначала даже немножко расстроилась, потому что на картинке она мне казалась нежной, а в жизни показалась слегка облеклой. Но когда я начала с ней работать, все сложилось. Сейчас добавила немножко более ярких акцентов и получилось миленько, и в принципе результат мне нравится. Первый разворот такой, он завязывается на шейбе ленту. Здесь большая раскладушка. На много-много-много фотографий. Еще это также поднимается. И здесь карточка, на которой можно написать имя, дату, рост, вес, время. Второй разворот выглядит вот так. Здесь также на завязочках у меня спрятаны дополнительные места для фото. Здесь я добавила чип-борд, очень красивые пуговки из перламутра, дотсы, карточки для вырезания были именно в этом наборе бумаги. И здесь я их тоже использовала. Эта страничка сделана почти так же, только вертикальное расположение фото. И еще здесь спрятан тэжик для записи. Здесь тоже оставлены места для записи. Я думаю, что родители сами решат, что здесь будет. Открывается так. Сейчас завязывать не буду, чтобы не тратить лишнее время. Давайте покажу вам лучше следующий разворот. Он вот такой сиренево-зеленый. Здесь я использовала фишки. Фишки эти тоже из этой коллекции. Кружево. Шифоновые цветочки. Очень милые зайчики. За бабочкой открывается раскладушка. Она на магнитике. Здесь две карточки. На этой страничке тоже раскладушка, но она попроще. Вот только так. Зато здесь очень красивый шейкер. Такими замечательными пайетками, бусинками. Все это переливается. Как раз в розово-бирюзово-сиреневой гамме. Как и сами странички. Этот шейкер сквозной. Он также есть и на этой у меня страничке. Здесь игрушки. Каруселька, которую вешают обычно над кроватью. И вот такой вот интересный анкер я сделала с помощью ножей CISX. От Тима Хольца. Очень меня выручают эти анкеры, потому что они позволяют закрывать большие объемные раскладушки, которые обычными металлическими анкерами сложно зафиксировать. То есть с одной стороны он держит вот эту раскладушку. А если его дальше развернуть, то еще и так. Здесь тоже поднимается. И закрывается все вместе. На этой стороне я сделала вот такие вот облачка объемные, домик, гипсовый мишка, цветочки, кружево. Тоже на анкере все это держится. Открывается так. Так. И еще вот так. Здесь магнитик также спрятан, который все это держит. Следующий разворот. Этот разворот мне очень нравится. Он получился такой очень нежный, милый, с замечательными зайчиками. И при этом он функциональный, потому что на него входит много фотографий. Смотрите, здесь на магнитике. Здесь стежек. И здесь очень большой такой каскад, который держится вот на такой интересной закрывашке. То есть помимо того, что здесь шебе лента, вот в этой бирочке спрятан магнитик. И здесь спрятан магнитик, который это все держит. Ничто никуда не распахивается. Раз, два, три, четыре получается. Здесь вот таких распадушки. То есть восемь фотографий можно расположить сюда и девятую сюда. И последний разворот. Вот такой. Здесь рамочка. Маленькие цветочки, фишечки. Очень миленькая прищепка. Также вот такая вот перламутровая пуговка, как я ее уже раньше использовала. Здесь два тежика. Гирлянда со звездочками, сердечками. И еще вот так это все открывается. И здесь также фотография. Тежек. И здесь еще дополнительно показано, что место для фотографий можно вставить несколько штук. На форзаце карман для каких-то памятных мелочей. Возможно для бирочек, для отпечатков, ручек, ножек, записок каких-то, еще дополнительных фотографий. В общем, сюда можно разместить все, что угодно. Вот такой вот милый у меня альбомчик получился. Очень нежный, очень девчачий. Я была рада вам его показать. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok